Музыка Для начала хотелось бы поблагодарить всех тех, кто откликнулся в прошлом выпуске на мой донат И воспользовался Сбербанковской карточкой, Пейпалом Кстати говоря, несколько дней Пейпал не работал Некоторые из вас наверняка не могли ничего перечислить Поэтому сейчас можете вы это сделать Пейпал заработал, все в порядке Теперь по существу Вспомните, когда-нибудь, может быть, вы слышали о том Чтобы армяне доказывали обществу, что был древнеармянский язык Или, скажем, греки доказывали, что был древнегреческий язык Или китайцы, или ассирийцы, или прочий Кто-нибудь Это так все само собой разумеющееся Что даже если кто-то где-то скажет, что их не было То особой погоды-то и не сыграет Особенно, если это скажут люди с техническим или музыкальным образованием В библиотеках есть рукописи, в библиотеках всего мира Имеются страницы с этими древними языками И у них были даже свои названия К примеру, древнеармянский язык назывался грабар И сложился во II веке до н.э. сначала как устный банавур А в V веке закрепилось за ним название уже грабар За ним и далеко ходить не надо Сохранились письмена, слова И армяноведы знают эти слова На грабаре происходило общение армян с ассирийцами Чьи литературные узы достигли апогея к IV веку Вот, например, у меня на столе тут две книги Одна книга «Древнеармянский язык» Одна из немногих книг, потому что редко очень издаются И это книга 1974 года И вторая книга «Сироармянские литературные связи» В IV-V веках То есть, все это есть И это, и многое другое Все это можно увидеть, полистать, почитать Также мы знаем, что древнеассирийский язык Ашуряй, сирийский, возник из арамейского А некоторые древние языки, как древнегреческие Даже имели свои диалекты Например, койне Диалект древнегреческого языка, возникший уже при Александре Македонском Кстати, греческое название диалекта койне Переняли персы Которые стали называть все самое старое, все самое ветхое А с приходом тюрок в Персию это слово заимствовали уже у персов тюрки Поэтому на азербайджанском языке койне это старый Вряд ли сами азербайджанцы знают об этом Поскольку уверен, что не знают, дарю И вообще, Азербайджану не мешало бы заняться санацией своего языка А то дошло до абсурда И снова с помощью армян азербайджанцы находят в своем прошлом любопытные вещи Например, недавно небезызвестный Шут Эказианс Рассказывающий басни и легенды азербайджанцам, чтобы потом над ними же постебаться Рассказал сказ о некоем староазербайджанском языке Ну а почему, собственно говоря, нет? Над этими людьми стебутся и на них же зарабатывают Олег Кузнецов открыто произнес, что собирает с них деньги, чтобы написать антиармянскую книгу Читать-то все равно ее будут сами заказчики Так и Эказианс собрал деньги и написал азербайджанцам книгу об Исраэле Ори Но вернемся все-таки к азербайджанскому языку Любопытно, что этот народ даже нового-то азербайджанского языка не имеет А им уже старый приписывают Как уже говорил весь азербайджанский язык Это праздничный винегрет, состоящий из овощей персидского, арабского, русского, армянского, такского, талышского И все это в разных консистенциях, приготовленные на одном тюркском масле Перемешано Это и есть азербайджанский язык Но Эказианс нашел и открыл азербайджанцам их старый язык Давайте зачитаю и разберем Статья называется типично для заголовков азербайджанских пропагандистских СМИ Даже армянские ученые упоминают староазербайджанский язык Армянам пора перестать фальсифицировать исторические факты Украинский историк-исследователь с армянскими корнями Филипп Аказианс Отвечая на вопросы своих подписчиков Коснулся темы древности азербайджанского языка Как передает az.as со ссылкой на achar.as Историк-исследователь отмечает, что исследуя данный вопрос Он наткнулся на ряд фактов Которые указывают на действительно древнюю историю азербайджанского языка Я за правду Многие говорят, что азербайджанский язык придумали в 20 веке Но это не так Как вам следующий факт? Был такой армянский автор Герасим Эзов, Эзиян Он написал книгу «Сношение Петра Великого с армянским народом» В этой книге он приводит письмо персидского шаха Петру Первому Это письмо меня заинтересовало, потому что я искал упоминания об армянах Но его там не было Не кажется ли вам бредом уже то, что название книги «Сношение Петра Великого с армянским народом» не имеет упоминания об армянах? Оно уже в самом названии присутствует Давайте все-таки дочитаем, наверное, статью до конца В письме было написано про христиан, проживающих в Персии Так вот, комментируя это письмо, господин Эзов еще в 1898 году пишет Что почему-то данная рукопись была написана не на персидском, а на староазербайджанском языке Подчеркиваем, в 1898 году на староазербайджанском языке Оказывается, до 20 века был не только азербайджанский, но и староазербайджанский Самое интересное, что знали об этом и армянские, и проармянские историки Каким был Эзов? Армяне должны перестать ковыряться в этом Был азербайджанский язык и не был, конечно, был Я обращаюсь к простым людям, армянам Не повторяйте глупости, которые заведомо вам подбрасывают армянские горе-историки Чтобы не выглядеть идиотами, сказал Эказианц Вот такое обращение шоумена к историкам Не горе-историком, коим он сам является, и никому в голову не приходит спросить у него, что и когда он заканчивал Потому как горе-историк очевиден Не нужно всю мировую историческую науку называть идиотской Я неплохо читаю арабским письмом и знаю азербайджанский язык Спокойно бы мог прочитать этот язык хоть арабскими буквами, хоть кириллицей, хоть латиницей Это не проблема Проблема в том, что никто и никогда мне не сможет предоставить староазербайджанский язык Глядя на которые, я бы посмотрел и сказал, мол, что да, это действительно не новый азербайджанский язык Возможно, только разница в звуках, например, вместо чушка, цуска, вместо чай, цай и так далее Что же это за диковинный такой язык, от открытия экузианцем которого вдруг оживилась азербайджанская пресса Причем ссылаясь на Герасима Эзова Отвечаю Современный Иран является матерью большей части иранских народов Когда-то границы Ирана были больше нынешних, и это была огромная страна Здесь зародились языки этих иранских народов Среди которых парси, дари, зенский язык, талышский, сурани, курманджи, геляни, зазаки, адари Или азари, если угодно Насколько нам всем известно, и нам, и миру, да и самим азербайджанцам Азербайджанский язык относится к большой алтайской семье тюркской группе А прародиной тюркской группы является Южная Сибирь и Алтай Это все знают Прекрасно Тогда о каком староазербайджанском языке в Иране идет речь? Может имеется в виду туркменский язык? Язык первых огузов-поселенцев в Иране, давший начало азербайджанскому языку только в XIX веке Может быть так? Ведь даже произведения Физуулии и Насими писались на туркоманском языке Учитывая, что азербайджанский язык в их времена еще не сложился как азербайджанский Однако экозианц, ссылаясь на Аэзова, говорит конкретно о староазербайджанском языке Значит, первая версия отметается и на смену приходит Опять же язык азари Обращаемся к источникам и никакой отсебятины Начнем с того, что до нашествия тюрок в иранской провинции Азербайджан Жил народ, говорящий на языке азари Одном из иранских языков, которых родственен талышскому Язык азари не имеет ничего общего с азербайджанским языком, имеющий тюркские корни Единственное общее между этими языками Это то, что некогда тюрко-угузский язык туркменского разлива Примерил на себя название исчезнувшего иранского языка азари Об этом языке много где и много кем написано От самих персидских классиков до европейских ученых Например, французский лингвист Жилпел Лазар в книге The Rise of the New Persian Language пишет В области Азербайджан основным языком был азари Важнейший иранский диалект, который Масуди упоминал вместе с Дари и Пахлави А другой французский этнолог и соператель этнической музыки Жан Дюрин Писал в книге The Spirit of Sounds Язык Табриза, будучи иранским языком, не был стандартным для хурасани дари У Катрана Табризи, XI век, есть интересный куплет, упоминающий этот факт А факт я сейчас вам зачитаю на языке азари Думаю, владеющий азербайджанским заметит, что ничего общего с азербайджанским он не имеет Это язык азари Тот самый азербайджанский язык, который, как видите, не имеет ничего общего с азербайджанским языком Разве что первое существительное бюль-бюль, соловей, это не палат бюль-бюль-облы Могу продолжить Вся информация из справочников, где написано, что старый азери язык относится к иранской семье языков На котором говорили в историческом азербайджане Или, как сейчас называют, иранском азербайджане перед тюркификацией Заметьте, так называемый северный азербайджан, тот, что со столицей в Баку, вообще не упоминается Туда тюрки еще не добрались Во время народа азари не добрались Кстати говоря, два иранских языка были распространены на территории современной азербайджанской республики Это татский и талышский Ну, еще позже язык горских евреев джигур Так что, уважаемые ученые, академики, поющие песни под мазутные волны Каспия Как завещал великий Ленин Баба Учиться, учиться и учиться О каком староазербайджанском может идти речь, если само название страны турецко-подданных называется Непатюркский Азербайджан А если действительно был такой староазербайджанский язык, то советую вобрать оттуда в новоазербайджанский язык ряд важных слов, которые нынче в новоазербайджанском отсутствуют Например, вы говорите Карабах без имбирь Я так не считаю Я считаю Карабах тех, у кого есть родина Вот по-армянски родина А по-азербайджански нет слова родина Слизано из арабского Как же без родины можно что-либо называть своим? Слово родина нет, зато есть без имбирь Как-то нехорошо получается Поскребите в древнеазербайджанском Может и найдете Только не наткнитесь на очередной иронизм Что ж, до встречи в эфире И еще раз спасибо, кто поддержал и поддерживает канал Антитопор донатами Я напомню, вы можете это сделать прямо сейчас Под этим выпуском имеется номер карты Сбербанка для жителей России А также прямой доступ к моему Paypal Спасибо, до следующих встреч в эфире Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому